Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это мысль у меня с утра В голове вертится Это на самом деле чушь и бред Меня еще раньше Задевало Мне непонятно Как можно всерьез верить Тому что Если ты живешь в деревне То ты спокойно можешь обойтись Без денег на своем хозяйстве Тут есть две стороны медали Если у тебя есть свое хозяйство У тебя есть свои харчи конечно, ты проживёшь. И мы, в принципе, то, что я закупила, смотрите там моё первое видео, когда я собралась жить без денег в деревне, оно всё, можно сказать, лежит нетронутым. Потому что, во-первых, лето, видимо, потому что мы едим, наверное, мало. Вот. Во-вторых, ну, всё-таки, ну, не знаю, в общем, вот сами продукты расходуются мало. Я свободно, наверное, ещё две недели на этих продуктах проживу. Но у нас есть другие, я не знаю, стороны жизни, которые без денег-то вообще никак. Ну, ничего не получится. У нас, во-первых, пришли две платёжки. Свет 1446 и газ 1700 что-то там, тыр-тыр-тыр. В общем, получается, три с лишним тысячи, это вот сейчас до 10-го числа. Иди и отдай. Хорошо. Дети у меня не выдержали моей жестокой экономии на четвёртый день. И они смотались в магазин на следующий день. Я уже сама послала сына в магазин, чтобы он мне купил молотый кофе. Мы с ним пьём, вот мы с ним вдвоём пьём молотый кофе. У нас он закончился. И я подумала, ладно, хорошо, конечно, без денег жить хорошо, но кофе-то я хочу. Ладно, фиг с ним. В виде исключения мы поехали купили. Кофе несчастный. Вот. И в этот же день я купила рулон туалетной бумаги большой. Я не знаю, сколько он стоит, но может рублей 20 с чем-то. Но вы меня простите, экономия экономии, вот, но без туалетной бумаги никак нельзя. Я, конечно, бросила там в туалет газетку. Я говорю, что я отнесла в туалет вот подобную вот брошюрку. Кроме того, вокруг туалета растут вот такие растения. У нас называется амброзия либо лопухи. Слушайте, ну зачем всё это надо так себя ограничивать? Ну, в общем, я считаю, что это ни к чему. Естественно, я потратилась на туалетную бумагу. Бред. Это вот очередной бред. Это вот очередной бред о том, что можно сэкономить. Но этим делом не закончилось. Сегодня мы поехали в райцентр. Да, я забыла сказать, так как сенокос, муж у меня постоянно покупает солярку. На момент сенокоса, в общем, я сегодня спросила, нам около 300 литров солярки точно надо. И я купила я купила агиту от мух, потому что мухи начали залетать. Не хочу я, в общем, чтобы у нас был опять засильный мух, как в прошлом году. Хотя в прошлом году я тоже без всякой экономии покупала агиту. Но что-то она ни на кого не действовала. Мухи нас задолбали. И я купила пачку агиты, купила несколько пачек огурцов. Про огурцы разговор отдельный. Дело в том, что у нас по нашей жаре у меня сгорели все первые огурцы. Они даже расти не начали. И вот я вырастила рассаду следующих огурцов. Я их позавчера посадила в грядки. Но вроде пока не так ничего. И я купила еще семена огурцов. Буду сегодня сажать под автолейку. Я сейчас иду копать картошку на обед. Хочу сварить картошки с укропом. Муж у меня страшно недоволен картошкой, которая у нас здесь есть. Он покупал эти семена по 100 с чем-то рублей за килограмм. В общем, а картошки нифига нету. Ну вот эту картошку мы сейчас отварим и будем есть с укропчиком. Это, конечно, очень вкусно. А вчера... Так, вчера, во-первых, мы доели борщ. Во-вторых, я вчера все-таки достала мясо, карбонат. Я его разморозила, разрезала на две части. Разрезала на две части. Одну из частей я разрезала еще напополам. И мясо порезала тонкими полосками, обжарила. Потом залила томатом, который делала днем раньше. И, в общем, вот это все я потушила на сковородке, отварила макароны. И мы ели мясо с этой подливкой. Я, наконец-то, отвела душу. Так, ну вот, это картошка. То, что у меня получилось, сколько? Пять кустов выкопала. Ну, это вообще смешно. Она, конечно, молодая. В общем, мелкая ее мало. Да, я забыла сказать, вчера я еще напекла много хлеба. Прям 4 каких-то таких конкретных сайки. Сейчас зайду домой, потом покажу. Сейчас должна завести мотор для того, чтобы поливалась. Пойти накормить мясо ходячее, которое мы не хотим резать. Вот, бройлеров. Они у меня растут. Нормально. Сейчас пойду им еще пурин подсыплю. Вот, посмотрим на цыплята. Потом пойдем домой. Через сущую. А гуашь тебе дали? Да. И что там написано будет? В России будет пустыня, если семья не станет слепенью. Понятно. Так, сейчас посмотрим. Да разбился. Вчера он упал. Ветром его как повалило. И он со всего маху как шлопнулся. Вчера он у меня. Пипец. Пипец. Ну, может, не совсем пипец? Максим, а я почему? Не, они так уже вылетали один раз. Вот тут такие лампы, между прочим, необыкакие. Видите, они вообще ой, разлетелись на куски. Может, как-то можно склеить? Ну, по-любому за это самое. Заказывать, наверное, придется. Ну, ой. Вот такая ерунда у меня случилась со светом вчера. Разбился. Ну, вот мои цыплята сидят. Им нормально. Люди переживают, что они у меня якобы совсем в темноте. Да нет, не в темноте. Нормальными. Гребни красные, ноги желтые. Я думаю, что все нормально. Сейчас зайдем, покормим. Для цыплят несушек специальный корм. Траву я им еще рву. Ракушка вон там. Но они что-то все позагребли. Надо чистить уже. Что-то они прям понаваляли. Вот это бройлеры. Смотрите, вот сюда залетели два цыпленка. Таких обычных. И никак отсюда не вылетел. Знаете, кормлю пуриной. Брысь уселся. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Вода. Все у них есть. Надо их взвесить. Что-то они у меня прям пошли расти. Ну вот, мне советуют, если нет мяса, зарежьте бройлеры. Что тут резать? Когда вырастут, они все, в общем, их всего 10 штук. Я посчитала, и как раз когда-нибудь дожрут вот эту курину, которую я им купила. Каждый цыпленок обойдется мне в 340 рублей. Это то есть за затраты кормов, за ту цена, за которую я их покупала. Вот. В общем, я на них уже угрохала 3 с лишним тысячи, 3 с половиной тысячи. Делим на 10, получается 340 рублей за одну штуку. Этих я не считаю, но они меньше едят. А бройлерам ничего не надо. Я им траву пробовала кидать, но они на нее даже не смотрят. Они вот усядутся в чашку и, не сходя с места, жрут. Жрут, жрут, жрут. Не знаю, мне в принципе нравится, если получится. Вот. Я в августе, может быть, еще куплю. Как раз не будет так жарко. Кстати, я смотрела им вентилятор. Я же говорила, что хотела им вентилятор купить. Вот. 900 рублей он стоит. Потом мне пару подписчиков написало, что у них клювы открыты. Но это типа ничего страшного. Не сдохнут. Коль, дай мне интервью. По поводу косилки. Мне надо интервью. По поводу косилки. Косит. По поводу косилки. Когда я первый раз у него хотел взять интервью, он меня послал подальше. Сказал, что я его отвлекаю. Ну, расскажи, ты доволен? Очень доволен. Очень хорошая. На сегодняшний день лучшая. Ну, чем ты доволен, расскажи. Он на ней гоняет на четвертой скорости. Быстро в косит. Можно ехать быстро. Это от тракториста зависит. Или кого-то шофер. Выскакивать с кабины не надо, чтобы траву отцеплять. Ничего не надо. Едешь прямо, едешь и едешь. И не смотришь. Даже забываешь оглядываться. И во сколько раз она быстрее косит. В общем, старая косилка, он этот покос, наверное, две недели косил бы. Как она у нас работала. А это за один день. Да. На четвертой скорости, без остановки, один день. В общем, классно. Мы, конечно, довольны, что мы ее купили. Хоть и дорого. Да. За рекламу пусть платят производители. Мы еще не дросли, чтобы нам такие вещи дорогие оплачивали. Так что их приходится самим покупать. Вон она стоит. Дисковая косилка роторная, короче говоря, польская. Семьдесят с лишним тысяч. Мы за нее отдали. И вот решили поэтому слегка поэкономить на продуктах. Время у нас третий час. И очередной день нашей экономии, жития в деревне без денег. У нас обед. Вернее, обед у меня. Дело в том, что муж у меня поел хлопьев с молоком. Сын у меня поел хлопьев с молоком. Второй сын у меня тоже поел хлопьев с молоком. Дочка поела кашки. Картошку мою, которую я сварила с укропом. Никто есть пока не захотел. И придется мне есть ее самой. А я только пришла с огорода. Мне это будет в тему. Так. Картошки у меня ничего такого особого нет. У меня там есть два карасика. Нас угостили. Сушеных. Люди сами на лавинке сушили. Вот. И я отвозила молоко клиентам. Вот. И мне дали карасиков. Но я их есть не буду. Я буду есть картошку с маслом. С домашним хлебом. Кстати говоря, опять у меня не получается оставить видео, как я делала вот эту лепешку. Мне рассказала об этом подписчица. Потом другие написали, что это оказывается очень известный рецепт. Там на стакан кефира кладется стакан муки. Одно яйцо. Ну, я делаю без яиц. Сыр, зелень. В общем, все это дело трется и запекается на школьной сковородке. Вот. И у меня сегодня, в общем, одна картошка с маслом. И с хлебом. С домашним. Между прочим, с домашним хлебом. Вот когда говорили, что на хлебе, типа того, можно прожить. Вы знаете, на магазинном ни за что не проживешь. Потому что он невкусный. А на домашнем вполне хорошо и можно. Вот. И у меня тут я еще набрала ягод. Ну, ягоды у нас есть. Вот. Тут вишня, смородина, крыжовничек. Потом такая золотистая смородина. Вот желтенькая. Вот так. Видите, желтенькая. Вот там малина стоит. Вот. Я собираюсь сделать себе молочный коктейль своего рода. Сейчас съем картошку. Залезу в морозилку, налью молока. Смешаю все это дело в блендере с сахаром. И попью. Так вот, я вам что хочу сказать. Вы знаете, вчера я поела мясо. Я жаловалась на то, что мне плохо без мяса. Вот у меня такое чувство, знаете, что как будто все тело, как будто оно опухшее. Временами болит голова. И все время в тебя в глубине сидит и гложет, что ты хочешь есть. И я вчера вот это мясо, которое, ну, я говорила, карбонат немножко пожарил. Я не скажу, что много. Я его немного поела. И сегодня у меня такого чувства нет. Я прям даже удивляюсь. И вот сегодня я на компотике. Я, кстати говоря, вот такую вишню, вот обычную вишню, нужно просто положить в стакан, либо в банку, толкушкой вот так размять с холодной водой, с сахаром, залить холодной водой. Вот. И будет вот такой морс. Классно. Это всегда моя бабушка так делала. А зрители мне сказали, что это морс. Молодая картошка, она, конечно, жидковата. Но есть можно. По сравнению с тем, как я тогда хотела мясо и не могла наесться и ела гречку, все увидели, что я хочу мясо. Вы знаете, мне сегодня гораздо легче. Вот кто бы мог подумать, что от мяса так тяжело отказаться. Я же говорю, прям ломка какая-то, самая настоящая ломка. В общем, вот. И я к чему все это говорю? Я подумала, что одну картошку невкусно. У меня есть вот такая одна сухая рыба, синец. Лежит еще с некоторых времен. Вот, и я ее сейчас хотя бы для вкуса съем с картошкой. Я вообще люблю очень сухую рыбу, синец. И знаете, как я ее ем? Люди покупают к пиву. А я так как пиво не пью, я ее ем с хлебом, с луком. А еще на хлеб выливаю масло растительного немножко. Вы знаете, как классно получается? Можно просто одну рыбу с хлебом, я же говорю, политым маслом. И больше ничего не надо. У меня бабушка, когда была маленькая, она по весне всегда покупала чехоль. Вот, кстати, что люди раньше ели в деревне. Вот она покупала партию чехоль, ну, не знаю, мешок, может быть. Солила ее, потом сушила на чердаке. И когда я приезжала к ней на каникулы, вот такая, мы эту рыбу прямо в чешуе вот так поджаривали на керосинке. Бабушка готовила на керосинке, тогда газовых плит не было. А провести газ было большой проблемой. И вот мы вечером поджаривали вот эту чехольку на сковородке. Она такая жирная была. Корочка у нее сразу, знаете, сразу начинала отставать, вот эта кожа. И мы ее ели с хлебом, мне казалось, что это так вкусно. А чехоль у нас здесь дорогая рыба, она такая жирная, сладкая. Синец ей подстать. На. Снимаешь? Да. Да ладно, не жми, съешь и все. Ну что, картошка вкуснее, чем хлопья, или хлопья вкуснее? Не знаю. Ну хлопьями-то и наелся, похоже, да? Только руки потом ни обо что не вытирай после рыбы. Пойдешь с мылом помоешь руки и рот, понял? Картошки еще дать? Хлеб дать? Да. Ты снимаешь хлопья? Я хлеб снимаю. Ну так вот, я не знаю, почему многие люди ведутся так вот на эту фразу, что в деревне можно прожить без денег, но и вообще не только в деревне, а в городе. Типа того, как не работать и много получать, как прожить и не тратить деньги. Вот стоит только сделать такое заявление, сразу у людей получается какой-то интерес. Я не знаю, как чего. Может быть, это знаете наши народные черта характера. У нас и сказки такие, например. Емеля дурак, который спал на печке, а потом женился на царевне, как бы ничего не делал. Он встретил щуку, случилось чудо, и он женился на царевне. Как главного героя звали, я уж не помню, но который купался в бассейне с водой. То есть он туда нырнул почти дурачком, а вынырнул хорошим человеком и опять же на царевне. Вот, и мне кажется, это просто в нашей черте характер. Как только мы услышим, что где-то есть халява, а такие вот, знаете, фразы типа того, как прожить без денег, в деревне, в городе, без разницы. Но как только мы услышим, что где-то это возможно, у нас почему-то интерес просыпается. Но вы знаете, вот у меня лично нет. Как только я услышу фразу типа того, что как прожить в деревне без денег, я сразу понимаю, что я так жить не хочу. Потому что житье без денег, это значит, что ты себе будешь отказывать во многих, не то что удовольствиях, а во многих необходимых вещах. Просто сейчас жизнь так устроена, что это необходимо. Может быть, это, конечно, не жизненно необходимо. В принципе, человеку много не надо, он вполне может себе купить лошадь, ну или без лошади, пусть сам зерно сеет. Вот, зерно посеял, собрал, сварил себе кашу, ему больше ничего не надо. Но это хорошо для тех, кто не знает, что в жизни есть какие-то другие удовольствия. Понимаете, не знаешь их и не хочется. А когда вот ты знаешь, что есть что-то в жизни, вот, например, тот же самый блендер, ну что я буду мять руками, когда я знаю, что вот мне надо за свет заплатить, купить такую штуку, и все это получится гораздо быстрее. Понимаете, я уже не согласна мять вот это дело толкушкой. То есть знание меня, конечно, в этом смысле подводит. Пошел уже, ну, седьмой день нашего эксперимента. С продуктами, да, ничего не хочу сказать. В деревне вполне, я же еще раз говорю, вот, пожалуйста, хлеб. Вот я сейчас сделаю себе шнучку вкусную. Я, правда, не знаю, как это правильно называется. Но я сейчас залезу в буразинку и достану оттуда молока. С этой точки зрения, с точки зрения еды, конечно, в деревне тяжело пропасть. С этой точки зрения, то есть с точки зрения еды, в деревне, конечно, тяжело пропасть. Но я думаю, что все равно настанет тот день, когда я разживусь пшеницей, и я ее запарю и посмотрю, как это так. Сидя без денег, парят пшеницу. И питаются ею целый день. Просто коктейль получился слишком насыщенный. Слишком много малины, слишком много сахара. И всем пока, не глядя на все то, что я сказала, можно сделать вывод, что, в принципе, в деревне, конечно, не пропадешь. Я выступаю за то, чтобы работать, зарабатывать, держать свое хозяйство, либо работать на какой-то другой работе. И хвастаться все же тем, что в деревне ты где-то пристроился, что-то зарабатываешь, что тебе хватает на более-менее нормальную жизнь. А не наоборот, хвастаться тем, что у тебя в деревне нет денег. Ну и на этом всем пока. Будем продолжать наш эксперимент.